добрый день я аспирант механика математического факультета качестве научной этой работы связанные с машинным обучением выбрал другую область сельское хозяйство вот в нем есть задачи определения генотипа точнее генетической ценности животных по их каким-то признакам внешним и произведения на основании этого селекции классический метод для решения этой задачи получен в прошлом веке и основан на по сути линейной регрессии модели которые строятся для каждого животного и индивидуально в зависимости от его родственников с одной стороны это представляет вот она линейная модель y это наблюдение за какими-то показателями животного это некоторое среднее по данному показателю по всему стаду она также конкретно в такой модели включает в себя еще какие-то отклонения связанные с окружающей средой но систематически из серии там питания там климат и прочее вот g это то что нам интересно это генетическая ценность животного то есть условно если это животное быть на одной ферме и на другой у него могут по-разному получиться финальные значения то есть там вес рост еще что-то количество молока допустим даваемого если это корова количество рождаемых там поросят или там телят или там еще кого-то вот но с одинаковым жеитом животные будут на одной ферме давать ну примерно одинаковые показатели ей это какая-то ошибка случайная то есть ее можно просто оценить как статистическую величину просто вот в линии в матричной форме это выглядит как коэффициент считается как вектор умноженный вектор коэффициентов умноженный на наблюдение минус мат ожидания вот так раньше рассказывал так у меня есть датасет по реальным фирмам по реальному хозяйству в нем есть животные представлены 9 пород всего там около 200 тысяч записей но не по всем есть наблюдение внешних признаков всех и не по всем есть посчитанный блаб это такой экономический показатель позволяющий сравнивать животных там у кого больше тот лучше у кого меньше тот хуже то есть он включает в себя там и рождаемость и какие-то характеристики там набору веса и прочее таких записей где он есть вся данные все данные ход 50 тысяч около основная вот пример данных но еще у каждого животного есть идентификатор животного идентификаторы его родителей которые можно родословно построить основная проблема в том что данные очень как бы сложно поддаются обработки непосредственно то есть нельзя просто взять загрузить список и использовать его нужно строить модель например для каждого животного по его родственникам и не у всех все признаки есть соответственно надо учитывать также потом есть самцы и самки у них у одних одни признаки у других другие еще у них разные средние значения то есть самцы там обычно больше например чем самки или наоборот вот вот вычисление статистических вот этих параметров это отдельная задача пытался решить но в целом только приблизительные результаты получил то есть берется не просто средняя по всем особям а еще отбираются особи чтобы было достаточно большое генетическое разнообразие например если мы возьмем там потомков одного самца то у них будут завышены или занижены если мы в результате селекции выбрали его в какой-то момент то будет много животных которые имеют отклонение от некоторого среднего вот графики гистограммы у нас есть файл с посчитанными и без признаками там есть сводная табличка по средним значением это по самкам по одной ферме по двум породам на гистограмме изображено значение этого признака у животных по годам сейчас я не вижу да в каждой строке один год первые четыре колонки одна порода вторая четыре другая и каждая колонка это какой-то признак а красной точкой отмечена средняя с точки зрения генетического центра который рассчитывал иностранного вот ты рассказал а коэффициент наследственность есть такое понятие он определяется как отношение дисперсии признака к генетическому значению то есть есть целая как бы задача большая определение этих признаков пока я ее не решал я пока взял просто спрос средняя посчитал то есть не фильтровал осами просто дисперсии посчитал там получилось коэффициент скажем так неправильный но дальше я попробовал обучить то что получилось на обучить линейную не линей ну да линейную в принципе модель то есть такая однослойная нейросеть без этого без нелинейности соответственно получается линейная вот для определения числа вот это облаб и у меня получилась точность вот это изменение лосс качество с выбранной массе после нормирования массе вот такая получилась но это все равно достаточно много но это лучше чем когда я пытался строить классические модели вот так ну как бы все да что нет в презентации то есть у меня поскольку наследование идет неким аддитивным способом то есть каждый потомок получает ровно половину генов родить для каждого вот то мы можем делать некоторую передачу значений от от одного родственника к другому вот с этим коэффициентом половина то есть считать что генетическая часть наследуется вот ровно таким образом и если мы всех животных объединим некий большой граф то мы можем итеративно получать значение для каждого из животных по его скажем так соседям у которых на предыдущем шаге также это значение изменилось то есть за один шаг мы пересчитываем каждого по соседям и произведя несколько шагов можно привести к некоторому равновесию эту модель соответственно я проверял идею что это может сработать я взял в качестве признаков вот это значение один раз посчитанное по родителям по их родственникам и по ним строил мы пытался получить значение у потомка их вот данные я брал по одной из ферм разделил на train тест производил на них валидацию и потом после обучения еще проверил на данных по другой ферме ошибка чуть-чуть выше получилось вот в целом все у меня ну да еще раз да конечно не знаю попробовать но в принципе это не принципиально это что же линейная модель чтобы получить коэффициент линейной модели мы по сути должны решить линейную систему ну да у нас не столько строк в этой системе уравнений сколько дата-сент просто подставлены значения очевидно что система оказывается переопределена ну да и у нее есть плохие решения плохие коэффициенты бесконечности и так далее но вкраски связано с тем что ранга системы меньше чем размер дата-сета и в норме без L2 регуляризации это вообще нормально работает так что вам как L2 это MSI ну что нам нужно среди бесконечного количества решений выделить наибольное ну да для того чтобы выделить одно можно добавить в нашу систему уравнений что-то что будет стягивать вот эти коэффициенты к 0 допустим или L1 или L2 регуляризации намного предприятия с добавить но это отдельная часть в принципе не нужно учить эту модель ну да наверное не спорю но есть то есть мы не знаем какие данные есть каких нету ну например по у одного родителя там много там братья все стер там у другого мало а в другом случае наоборот у того много у этого мало если мы начнем разделять данные что-то это один источник это второй третий то ну да ну у нас есть скажем так нелинейность в самих данных то есть модель линейность модель линейность то есть у вас появится задача что нужно подобрать в саму модели они совсем линейны ну оно посмотрит что там такая ситуация там чаще встречается например и будет использовать с большим весом коэффициенты там получены от одного источника а от второго меньше то есть в принципе можно вот эти данные считать вот берем любого родственника он там находится на расстоянии там допустим два колена соответственно это будет одна четвертая то есть условно одну четвертую генов у них совпадает можно считать что вот просто взяли его и посчитали одна четвертая или там взяли родителей взяли среднее получили то что у потомка но есть признаки которые не проявляются напрямую ну например у у родителей может быть низкое значение получится признаков но после того как мы проанализируем допустим их потомков других то узнаем что у этого высокая но тех данных может не быть ну то есть вы предполагаете наличие каких-то нелемнейных связей с данными в качестве модели в которых вы приближаете эту зависимость используется просто не двигаться пока да то есть я проверил что в принципе в этом направлении имеет смысл двигаться дальше то есть я попробовал модель в которой сделал три слоя между ними активацию сделал сигмоиду вот и она получил дала большую точность но в какой-то момент начала переобучаться и стала расти ошибка поэтому я пока остановился на такой модели и сейчас в дальнейших исследованиях буду улучшать как бы то есть я хочу получить меньшую модель в плане входа то есть которая будет использовать непосредственных родственников но для каждого животного и полученные значения на следующем шаге используют для следующих животных то есть будет такая передача могу сказать что возможно на такой табличной задачке будет хорошая идея перед тем как учить ее многослойные нейроны кредит с неодневностями попробовать данные засунуть в какую-нибудь деревянную модель скорее всего ваша задача ну а в какую то есть ну я смотрел исследовал этот вопрос да я пробовал но не с такими данными то есть я начальном этапе пробовал взять животное взять признаки просто всех родственников там на расстоянии там сколько-то и там проблема в том чтобы получить набор данных набор данных ну то есть чтобы было там фиксированное число словно вот этих родственников да то есть мы можем по любому брату сестре например посчитать значение у животного но у него их произвольное число этих аппаратов сидит можно брать среднее например по ним считать что это среднее по братьям среднее по сестрам по родителям то есть вот я брал среднее по ряду родственников и засовывал в обычные линейные модели по моему дерево пробовал к н н и линейную регрессию получалось хуже чем совмещение то есть совмещаю подход вот классический да где то есть где вот и бери считается такой формуле вот но я вот эти б они зависят от вот коэффициента насле на наследственности да этот коэффициент у меня он очень приблизительно сейчас получен поэтому я считаю что из-за этого низкая точность на выходе относительно ну вот последний комментарий если ваша данный модель прям так они имеют очевидную структуру индиграфа у которых может быть какое-то количество у каждого узла могут быть несколько родительских возможно стоит посмотреть про то как работают если уж нужны нейронные сети нужно смотреть как работа графа нейронной сети и так называемый message passing подход в них чтобы упаковать как раз разное количество признаков которые могут перетечь из одного узла графа типа но я вспоминаю еще работы предстоит много работы предстоит много вот еще спрашиваю да не хватает мэля в работе к питанию идей же можно много нагенерить как например у какого-то чтобы разобрать все остальные какие-то китры играть какую-нибудь педикатку потом на них попробовать классический алгоритм потом не классический алгоритм но кратную сеть показать то есть как будто вот работа как была до этого была лилийна модель и вот прошло время и вот лилийна модель какая стала работа либо была в данных может быть еще что-то ну как я как я в начале сказал тут достаточно большая проблема с подготовкой данных то есть я несколько раз прям приводил их к какому-то виду на котором можно как-то обучиться то есть сейчас я получил что у меня есть некоторая достаточно понятная структура данных на входе и вот следующим шагом я как раз хочу графовые сети попробовать и попробовать вот эти делать свертки уже по братьям сестрам вот на данном этапе просто проверил что возможность ну что возможность использования вот возможность передавать часть признаков там от родственников может быть как бы использован скажем так ну что не считается сразу вся матрица всех родственников там на расстоянии n а берется берутся только соседи и у каждого из них можно вычислять значение и передавать вот вот то есть сейчас достаточно много еще задач конечно осталось по этому вопросу то есть от поиска как я говорил на начальном этапе средних значений дисперсии там нужно тоже обучить модель там там есть функции лосса аик там биг которые нужно использовать ну рекомендуется использовать вот до того чтобы строить конечную модель просто каждый шаг зависит от предыдущего если у меня будут неверные EBV то я не могу верно считать BLAP то есть у меня сейчас на каждом шаге получилось что-то приблизительное но при этом конечный результат имеет какой-то смысл то есть теперь надо каждый конкретный шаг улучшать вот итог у меня такой по работе в следующем году 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 Продолжение следует...